Мы продолжаем. Это новости на 24КЗ. У нас в студии прямо сейчас председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Аяжан Есмагамбетова. Мы поговорим об эпидемиологической обстановке в нашей стране. Доброе утро, Аяжан Серегбаевна. Скажите, пожалуйста, вот прошла информация, известно о том, что у членов Олимпийской сборной Казахстана обнаружили ковид. Как сегодня работает протокол в первую очередь? И всех ли пассажиров проверяют или все-таки выборочно? Надо понимать, что ковид циркулирует в нашей стране с 13 марта 2020 года. То есть, в принципе, сейчас практически круглогодично мы видим, что ковид никуда не ушел, ковид циркулирует. То есть нельзя говорить, что спортсмены привезли в страну какой-то новый вирус коронавируса, потому что по всему миру циркулируют различные разновидности омикрона. Это в том числе и у нас в Казахстане. В тот же самый в 100% случаев пресеквенирования является омикрон. Поэтому с 23 года, учитывая, что в принципе вирус ковида распространен по всему миру, и он практически присутствует во всем мире круглогодично, изменились подходы к надзору за ковидом. То есть по всему миру с 23 года, это уже называется, внедрен мониторинг за ковидом в эпид-надзор за гриппом РВИ, потому что это та же самая респираторная инфекция. И мы продолжаем наблюдать за ковидом в рамках дозорного эпид-надзора за респираторными инфекциями, а также продолжаем как бы отслеживать ситуацию с ковидом. Поэтому на сегодня, вот сейчас очень много говорится, что в средствах массовой информации о том, что идет рост заболеваемости ковида по всему миру. Действительно, как констатирует Всемирная организация здравоохранения, в рамках эпид-надзора установлено, что число положительных случаев при тестировании увеличилось с 7% до 13% по всему миру. В принципе, у нас мы тоже наблюдаем рост заболеваемости ковидом, потому что сегодня даже случаи тестирования показывают, что отмечается рост. Случаи эпид-надзора, то есть мониторинг за циркуляцией вируса показывают, что, допустим, если в июне у нас среди всех исследованных проб гриппоподобных заболеваний было 3% положительных ковид, то сегодня это 6%. То есть мы еще раз говорим о том, что вирус продолжает циркулировать, и сегодня отмечается рост. Но я хотела бы отметить, что, в принципе, циркулирует тот же самый вид омикрона. А омикрон, как мы знаем, он протекает легко, но обладает высокой заранностью. Он у нас циркулирует уже с января 2022 года, только меняется вариант омикрона. Поэтому сейчас, так скажем, никакой паники не должно быть. Да, ковид растет, но мы продолжаем за этим мониторинг, как за заболеваемостью, так и за циркуляцией вируса в различных регионах в рамках эпид-надзора дозорного. Айжан Стегбайнов, скажите, что будете делать в случае все-таки неожиданного роста числа инфицированных? Если будет... Ну, чтобы вы понимали, допустим, говорить о росте инфицированных, вообще оценка проводится по нагрузке на систему здравоохранения. То есть любые мероприятия, они зависят от того, будет ли возрастать нагрузка на систему здравоохранения, а она определяется показателем госпитализации. Сегодня мы видим, что несмотря на рост заболеваемости, роста госпитализации нет. Но, естественно, и я хотела бы отметить, что мы прожили в период с шести волн подъема коронавируса, мы были такие волны, когда в сутки регистрировалось 16 тысяч, а за месяц 250 тысяч случаев. И мы это как бы прошли. Поэтому сейчас ведется мониторинг готовности первичной медико-санитарной помощи, то есть на случай, если будет расти ковид, мобильные бригады, обеспеченность лекарствами, запас лекарств и так далее. То есть вот такие подготовительные меры, в принципе, они как бы реализуются всегда и на случай роста ковида будут приниматься. Анастасия Игоревна, прежде чем задать следующий вопрос, я бы хотел проинформировать еще об одной новости, которая не менее важна, в отличие от того ковида, который обнаружили среди наших спортсменов. Швеция стала первой страной вне Африки, где выявили оспу обезьян. Заболевший заразился во время поездки на континент, сообщили в Минздраве Королевства. И по приезду он обратился за помощью в одну из больниц Стокгольма. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что высока вероятность, что в ближайшие дни мы узнаем о новых случаях заболевания в Европе. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение. В основном вирус передается человеку от зараженных животных, но может и от людей через физический контакт. Новая вспышка заболеваний вызвана более опасным штаммом. С начала года число заразившихся в Конго, к примеру, превысило 15 тысяч человек, а вспышки заболеваний зафиксировали также в Кении и Руанде. Скажите, есть ли в стране протокол на случай заражения обезьянной оспы? Ну, все-таки сигнал уже есть, из африканского континента она уже вышла. Вы правильно задаете вопрос. Действительно, с 2022 года зарегистрировано вообще по миру более 100 тысяч случаев обезьянной оспы. Что вызывает настороженность, что до 2022 года практически всегда обезьянная оспа регистрировалась на африканском континенте. И с 2022 года начала регистрироваться практически во всех континентах мира. Сегодня это тоже происходит, но в течение последнего месяца отмечается рост заболеваемости оспы обезьян, как в европейском регионе, так и в американском. Сегодня в ОСС называют 10 стран, которые как бы формируют основную заболеваемость. Это 81% от всех заболевших. Это США, Колумбия, Мексика, Германия, Испания. То есть, в принципе, как я говорю, весь континент. Риск, учитывая как бы миграцию населения, торговые связи. То есть, вот сейчас можно за 24 часа оказаться совсем в другой точке мира. Соответственно, риск завоза есть, но риск завоза именно обезьянная оспа мы расцениваем как низкий. У нас есть алгоритм. Этот алгоритм, в принципе, как бы работает на все случаи завоза инфекционных заболеваний, потому что каждое инфекционное заболевание в первую очередь характеризуется высокой лихорадкой. У нас есть санитарно-карантинные пункты, которые работают в аэропортах, в железнодорожных пунктах, в автопереходах. И проводится измерение температуры всех прибывших граждан в нашу страну из-за рубежа. То есть, тепловизор – это замер температуры, так как я отметила, что это первое, как бы у инфекционного заболевания – это температура. Это первое. Второе. У нас есть специалисты, обученные с точки зрения диагностики и дифдиагностики оспа обезьян, потому что оспа обезьяна в большинстве самым характеризуется температурой и сыпью. А таких заболеваний, которые характеризуются температурой и сыпью, немало. Та же самая корь, та же самая краснуха и другие. И сейчас очень важно, чтобы наши специалисты в медицинских организациях могли дифференцировать. То есть, проводится обучение. И, естественно, самое важное – это вопросы диагностики. По диагностике сейчас мы ожидаем поставки препаратов, в принципе, тест-система закуплены. Соответственно, в принципе, система эпиднодзора для недопущения завоза и в случае завоза все-таки она определена, работает, есть соответствующий алгоритм. Кроме того, в 2022 году, учитывая, что оспа обезьян для Казахстана не была характерна, естественно, не было протокола лечения, то в 2022 году был разработан и принят протокол лечения обезьян и оспа. Казахстан, мы можем на сегодня сказать, что жители Казахстана находятся под защитой Министерства здравоохранения? Да, об этом можно сказать, потому что, ну, вы знаете, здесь нужно говорить вот о солидарной ответственности. Да, государство, оно обеспечивает контроль на санитарно-карантинном, на государственной границе, обеспечивает оказание медицинской помощи, соответственно, диагностику. Но и население, оно должно, выезжая куда-то за рубеж, всегда интересоваться, какая эпидемиологическая ситуация в этой стране, что там происходит, какие меры профилактики. Ну что ж, спасибо за информацию. Я напомню, с нами беседовал этим утром Айжан Есмагомбетова, председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Вам хорошего дня и успехов в работе. Спасибо.